На десятихи. Хорошие слова. Я счастлив, потому что я знаю Иисуса Христа. Я счастлив, потому что Он друг мой. Другими словами, если говорить вот под тем текстом, который мы читаем на этой неделе, да, я счастлив того, что могу находиться на лозе, которая является Иисус Христос. Я есть истинная виноградная лоза, говорит Иисус Христос, вы ветви, а Отец мой виноградный. Действительно, когда мы понимаем, когда мы осознаем это, мы действительно счастливы. Вчера мы говорили о том, что когда мы знаем это, когда мы имеем уверенность, мир, радость становятся наполнительными наших сердец. Когда мы знаем Господа. Помните, гимн мы прием иногда пели, сейчас уже редко прием. Пусть горе бурное шумит. Я не страшусь. Почему? Я знаю Господа. Итак, это знание, это вот единение, это общение с нашим Господом приводит к тому, что в нашей жизни есть, появляется плод. Плод, который имеет разный, ну так, как, наверное, кто-то сказал, как драгоценнейший бриллиант, отполированный с разных сторон, он имеет разные грани, они по-разному светятся. Любовь, радость, мир, долготерпение. Что такое долготерпение? Терпеть долго. Терпеть долго. А что такое терпеть? Что такое терпение? Ну, вспоминайте, вспоминайте Писание, вспоминайте, может, какие-то примеры у вас. Что такое терпение? Ну, вот, если спросить, что такое любовь, да, но мы не можем... Женщина 12 лет терпела болезнь, это терпение, некоторые говорят, это вынужденная мера, да, это, наверное, это, наверное, это все-таки, а? А долготерпение, да? То есть долготерпение, это вынужденная мера. Больше долгостраданий, правильно. Ну, а что такое терпение? Выдержка. Умение держать себя в руках. Интересно, да, если вы идите дальше, что же тогда долготерпение? Долго держать себя в руках. Друзья, я вам сегодня хочу отметить одну вещь, о которой уверены, но и не думали. Терпение – это одно из качеств, которым мы имеем право хвалиться. Позбопад пишет. Хвалимся скорбями. Почему? Потому что от скорби происходит терпение. От терпения – опытность. А от опытности – надежда. А надежда не постыжает. Есть вещи, которые нам привычно хвалиться, да, ну, особенно живя здесь в материальном мире, люди часто хвалятся материальными вещами. Но обратите внимание, священное писание иногда бросают вот такие вот ниточки, да, или вот такие вот небольшие, чтобы вы рассуждали. Мы хвалимся скорби, потому что скорби приносит нам терпение. Что такое терпение, потому что для каждого человека в разных обстоятельствах это будет, ну, по-разному будет происходить. Но заметьте, что апостол Павел говорит галатам, что блоги духа, не просто терпение, а долго терпение. Ну, несколько выдержать, как всегда мы мечтаем. Любовь – это закон Царства Христа. Господь призывает каждого стремиться к высшей степени совершенства. В жизни Его народа должны проявляться любовь, кротость, долго терпение. Долго терпение же подразумевает перенесение многих затруднений, не проявляя при этом духом общения, как в слове, так и в деле. Долго терпение – это стойкость, терпеливое перенесение обиды и оскорбления. Если вы надолго терпеливые, то не станете рассказывать другим о предполагаемых вами ошибках и заблуждениях вашего брата. Вы будете стремиться помочь ему и спасти его, потому что он искупит кровью Христовой. Войди и обречи его между тобою и им одним. Если послушаю тебя, то приобрел ты брата своего. Братья, если не пойдет человек, какое согрешение? Вы, духовные, исправляете такого духа в кровности, наблюдая каждый за собою, чтобы не быть искушеным. Быть долгоделивым не означает иметь умрылые, печальные, подавленные настроения наоборот. Быть долгоделивым значит быть бодрым, радостным. Любовь у Иисуса должна быть принесена в нашу жизнь. Она окажет смягчающее, нежное влияние на наше сердце и характер. Она побудет прощать наших братьев, даже если они причинили нам обиду и волю. Божественная любовь должна исходить из наших сердец, проявляясь в громких словах в нежном обращении друг с другом. Плоды этих добрых дел будут подобны тяжелым грозам, висящих на лозе нашего характера. Бложе духа, любовь, радость, мир, долготерпение, благость, билосердие, герой, кротость, воздержание. Стремитесь жить как в мире со всеми людьми, и пусть атмосфера, окружающая вас, будет благожелательной и приятной. Господь слышит каждое сказанное слово, в том числе и неудобное. Если же вы будете бороться со своей эгористично-человеческой природой, то сможете неуклонно надвигаться вперед, времяливая и побеждая наследствами и приобретенной наклонности козловой. Будьте терпеливы, долготерпеливы, и тогда вы достигнете многого. Помните, что вас не должна не унижать необдуманная речь, какого любого человека. Помните также, что когда вы сами отвечаете необдуманно, то теряете возможность стать победителями. Будьте очень внимательны к своим словам. Долготерпение и безкорыстие являются качествами тех, кто рожден для новой жизни во Христе. Как? Если у вас привычка мстить, когда кто-то поступает несправедливо в отношении к вам. Как вы реагируете, когда люди плохо к вам относятся? Просите Бога, научить вас любое терпение. Слайтесь на него обитывание. Если в вашей жизни человек, который постоянно наступает вам на назове, просите Бога дать вам терпение в любом машине к этому человеку и помочь вам проявлять его терпение, его любовь. Так время для нашей тихой литвы. Вопрос, когда мы обращаемся активно на один к Богу. Есть ли у нас действительно достаточное терпение? Достаточно ли долгое терпение? Переносим ли мы это мы? Или же все-таки кипит внутри, планы строим? И благословим нас, Господь. И уметь вот эти качества. Быть долго терпение в мире. Время нашей тихой молитвы. Время того терпения улыбаться не приходится. Но на то оно и есть. Братья и сестры, когда анализирую свои молитвы, это как вступление, это еще не тема, то, знаете, часто получается, что я свои молитвы в какую-то логику, в свою логику, вставляю в свою логику. И это моя молитва Богу. Когда мы читаем, мы же все тут верующие, да? Библию не раз прочитали. Мы видим, как Бог действует разными способами, с людьми. У нас очень много примеров. Мы много-много знаем. Но в своей жизни, вот проанализируйте каждую свою молитву. Ну и часто, вот знаете, такая какая-то молитва, может она не совсем потребительского характера. Но все равно, знаете, вот это мне, вот здесь благослови, здесь у меня трудности, там проблемы, здесь служение, здесь дай, здесь помоли, дай мудрости. И вот так мы и живем. Я вам расскажу одну историю. Когда-то давно, я был на Западной Украине, и увидел, как там выращивают фасоль. Втыкают в огороде палку, а вокруг штук 12-9, 12 семян фасоли. Вот так садят вокруг палки. И потом эта фасоль по часовой стрелке, вот так растет, и она не стелется, удобно ее убирать, и все. Вот я приезжаю домой, и у нас один сын был, Виталик, он любитель такой арии, домашний, знаете. И вот я ему говорю, вот рассказал, он говорит, давай такое сделаем. Я увидел там линии электропередач, и под ними, когда деревья убирают, на следующий год поросли растет такие, знаете, высокие веточки, они такие ровненькие, высокие веточки. Я говорю, давай я еду в Первомайск, это недалеко, 12 километров, на оптовую базу скупиться. Я говорю, а ты с топориком, я тебя высажу, а ты с топориком, ну, в районе часа, и нарубай, сколько сможешь. Ну, он как бы с удовольствием поехал, а получилось так, что я задержался, а ему воды забыл выложить, а оно весна, жарко, ну, короче, еду домой, через еду, думаю, и сейчас я его буду забирать, наверное, я немножко услышал свой адрес, ну, характеристику свою. Останавливаюсь, слушайте, он улыбается. Думаю, что ж такое? Погрузили, он такой счастливый, говорит, пап, а где нужно деньги поменять? Я говорю, ну, деньги в банке меняют, какие деньги на какие? Он достает пакет, слушайте, а там хорошая зарплата такая, средняя на то время. Я говорю, Виталя, чем ты с топором, то вы да понимаете, чем ты занимался? Он говорит, начинает врубать вот эту поросу. И видите, там лежит пакет, и после пакета там 100 гривен лежит. Получилась какая ситуация? Потом он объяснил, и я тогда понял, когда он все рассказал. Какие-то люди ехали на машине, остановились покушать. И в машине кушали, потому что холодно было, а деньги эти размокли, почему это было не сильно, но это было еще зимой. Остановились покушать. И когда кушали в машине, отходы от еды, они сбрасывали пакет. Но они не подумали, что в том пакете лежат деньги. Они набросали туда еды, остатков от еды, свернули, и по украинской бескультурной такой традиции в окно вышло. Пришли какие-то животные, которые понимают вкус. Ну, колбасы, там, шпора колбасы, знаете, они тоже котик, может собачка, они разорвали пакет. Ну, так немножко, это внутри там, они выбрали все, что мясом пахнет. Слушай, а деньги оставили. Знали бы они, сколько можно было даже в самом дорогом магазине скупиться на эти деньги и обеспечить себе, ну, какое-то предупрежденное время едой. Братья и сестры, я не хочу никого ни с кем сравнивать. Ну, вы знаете же, часто мы в молитве, вот на этом уровне, я за себя говорю, вот на этом уровне. Знаете, вот я вижу, вот я это прошу, я это не увидел, я об этом... Знаете, нам молитве надо давать иногда, не надо. А часто надо Богу давать возможность, Господи, я не знаю, почему нам нужно, мы не знаем, как молиться. Почему нам нужно у Господа справиться? Потому что мы молимся о том, что нам надо. Питание, жизнь, духовное мое состояние, благослови, охрани, охрани. Это все правильно, и надо продолжать об этом молиться. Но еще надо сделать такой дизайн в своей молитвенной жизни. И молиться о том, что по Божьему мнению для нас нужно. По нашему мнению мы все скажем. Мы же такие, чтобы Богу все скажет. А что еще по Божьему мнению нужно для меня? Вот об этом надо молиться. И вы знаете, тогда в нашей жизни Бог будет делать совсем новое что-то, неожиданное, тогда начнется жизнь та, о которой мы часто читаем Слово Божьим. И это реальная жизнь. Братья и сестры, долготерпение. Это такая история, это такое название, такое качество, такая ситуация, в которой каждый из нас был. И долготерпение, оно отличается от терпения обыкновенного терпения только размером или величиной. В Слове Божьем очень много написано о терпении. Знаете, не так много написано, но написано так ярко, написано точно. И чтобы, ну как бы, не сильно отвлекать, не сильно забирать времени, я не буду, как бы, это перечитывать, потому что это все мы знаем. Но я бы хотел обратить внимание на тот текст, в основании которого у нас вот эта неделя молитвы происходит. На этот текст хотел бы обратить внимание, чтобы мы немножко посмотрели на него, ну так как, может быть, чуть-чуть с другой стороны. Может кто-то и знает, здесь нет ничего такого нового. Плод же Духа, Любовь, Радость, Мир, Благотерпение. Вот до этого момента, потому что дальше я не имею права хлеб забирать у них. Понимаете, вот до этого момента плод же Духа, Радость, Мир, Благотерпение. Братья и сестры, я очень много знаю людей, которых есть терпение, в которых есть Благотерпение, но они на сегодня пока еще не верующие. А есть такое. Вы тоже многих таких знаете, особенно у кого в семье есть у неверующих такие люди, которые там алкоголь или чем-то страдают таким, знаете, приносят проблемы. И других терпят родственники. Это правда. О чем же тут говорится? Первое. Братья и сестры, Дух непокаявшегося человека в Божьих глазах есть Дух мертвый. Он способен воскреснуть после того, как рождение свыше происходит. Это все как бы материал нам известен. Но пока Он не воскрес, не может действовать Дух Святой в нашем Духе. Братья и сестры, вот этот Плод, о котором говорится, здесь имеется в виду Дух Святой действует в нашем Духе и получается Плод. Святой Дух в нашем Духе и получается Плод. Как его увидеть? Кому это? Потому что мы не должны быть эгоистичны. Только это мне. вот я такой хороший, Дух Святой сошел на меня, я уверовал, я стараюсь, я молюсь, я, я, я. Я вот такой, вот у меня есть любовь, радость, мир, терпение, долгодерпение. Где-то я хромаю, где-то прихромаю, но оно есть. Нет, братья и сестры, у нас, например, это Иисус Христос. Мы не должны останавливаться на том только для себя. Верующие не эгоистичны должны быть. Да, это у нас. Да, мы терплячие. Да, мы много терпели, там, и еще что-то это. Вы знаете, в нашей области до войны было 17 семейных детских домов. Это когда деток от 10 и более. мы общались между собой и могли это. И всего три семьи из этих 17 были люди, которые на то время были неверующие. А все остальные верующие. Разные конфессии, наши, христианские конфессии, но это были верующие люди. И вот интересно, когда общались с верующими, ну там бывают всякие вопросы, проблемы, переживания, какие-то, знаете, такие сильные переживания, молят, молят, молись, там прочее. Ну как бы все нормально, все понятно. А вот с неверующими, когда общаются, они говорят, слушай, вот бывает такое. Ну такие точно переживания, как и верующих с детьми бывают. Ну только, вот думаешь, все, заканчиваю этот проект, перестаю работать, отпускаю детей, ну с выходом дети выходят, больше ни одного ребенка не возьму, и вот такое остальное. Через день звоню, так, уже перегорело, остановилось. Это не долготерпение, братья и сестры. Не об этом Бог говорит, это не долготерпение. Это просто человек перегорел, там было у него какой-то момент срыва, он принимал одно решение, проходит время, он принимает его решение. Братья и сестры, это не долготерпение. Бог говорит о другом. Бог говорит о долготерпении. И при том, это долготерпение должно действовать не только для моего хорошего поведения, не только для моего. Если только для моего, братья и сестры, ну это такое, знаете, потребительское такое, потребительское отношение к Богу, только для меня. Да и мне, знаете, знаете, стих раньше, ну когда-то я слышал такое, и то мне, и то мне, и там даже такие слова, и даже то, что не по мне, и даже то ты дай мне, это молитва Богу, дай, 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 дай мне, братья сестры, ну можно молиться, я не скажу, что это такое преступление, но это не совсем правильно, в нашем, нашим примером является это Иисус Христос, и мне было дано место, и в принципе право воспользоваться им, это место Иоанна от Луки 23 глава, я не буду все место читать, я просто, мы этим, этот путь Иисуса, мы часто его читаем, мы часто его проходим мысленно с Иисусом, мы часто, может быть, даже это представляем, как это происходит, ну некоторые моменты здесь есть, вспомним тот момент, который в другом Евангелии есть, мы просто, мы обратим внимание на слова Иисуса Христа, и Иисуса ведут на распятие, эта тема очень для нас трепетная, она очень для нас серьезная, она нам тяжелая, она нам трагическая и радостная, потому что благодаря Божьему долотерпению мы живы, благодаря Божьему долотерпению, и терпению есть спасение и спрощение, и вот смотрите, Иисус это нам взирец, скажите, как это по-русски, пример, извините, пример подражания именно долготерпения, тоже, и долготерпения тоже, он для нас главный пример подражания, и вот смотрите, если бы Иисус пользовался своими качествами, которые у него были только для себя, вот этим плодом, который у него был полностью, стопроцентный плод, качественный, правильный, хороший плод, мир, радость, о котором мы представим, у Иисуса этот был, и если бы он только пользовался для себя, но сегодня я обращаю внимание на долготерпение, смотрите, Иисус идет на страдания, о нем плачут, потому что люди понимают, что человека ведут на смерть, здоровый, крепкий, очень молодой, 33 года, человек, которого через какое-то время, через какое-то метры, километры, сколько там было, ожидает смерть, и это уже приговор, это уже никак его не обретешь, и вот люди начинают плакать, те, которым Иисус делал добро, те, которые знали истину Иисуса, истинного Иисуса, который знали, это им было больно, Иисус говорит, не плачьте обо мне, черед Иерусалимский, не плачьте обо мне, но плачьте о себе и о детях ваших, это, кстати, тема нашей молитвы сегодняшнего дня, о наших семьях, о наших неверующих, мы взяли знакомых, и приходят дни, которые скажут блаженные и прочее. Братья и сестры, во время того, как Иисусу было больно, я скажу, Иисус и переживал, Он же не был там, ну и тут, нет, Ему было тяжело, долготерпение, которое было, оно сработало во время общения и наставления людей, окружающих, сочувствующих Иисусу. Смотрите, боль, плод, долготерпение, Он срабатывает, не только, что Иисус вел себя скромно и прилично, нет, не только в этом, Он срабатывает для того, чтобы пообщаться с людьми. И далее, когда распинали Иисуса, Иисус говорит, Отче, прости им, ибо они знают, что делают. Ну, там, когда делили Его одежды. Братья и сестры, во время того, как Иисус уже был, привождаем на крест, Он прощал долготерпение, плод этот, вот этот, о котором мы читаем, о плоде, о таком разнообразном, разновкусовые характеры разные, понимаете, у него, вот, Он действует для того, для блага, не только нас показать, что мы христиане, и вот такие мы правильные, не только, это естественно, это даже, знаете, не должно, ну, как бы, другого варианта нету, а Он действует для других, на пользу. Смотрите, Иисус во время того, Он прощал, прости им очень, ибо не знают, что делают. Потом, на кресте, когда Иисус был в другом Евангелии, Он решил вопрос мамыной старости. Он тоже и этот вопрос решал на кресте, благодаря долготерпению, братья и сестры. Здесь тоже есть этот момент, долготерпение. Понимаете, чтобы наши, вот эти качества, которые мы читаем, чтобы они не останавливались настолько на том уровне, что только для себя, Господи, дай быть Тебе угодным, дай Тебе быть послушным, дай, ну, выйти на какой-то уровень, более-менее, чтобы внешне был похож на верующий человек. Не только. Чтобы мы дальше могли говорить, чтобы мы действовали. Во время этого долготерпения, это мы просто вот этот момент, там, сколько это часов в жизни последних Иисуса Христа было. Потом, смотрите, когда один разбойник сказал, помяни меня, Иисус прощает долготерпение. Во время того, благодаря этому долготерпению, которое было у Иисуса, Он прощает на кресте. Братья и сестры, это великие дела Иисус делал благодаря долготерпению. И в конце принимает покаяние, прощает, и в конце Он уже отдает себя, отдает свой дух. Он говорит, отче, руки твои предают духу Мои. Иисус сказал, спустим, дух. Он во время этого долготерпения, Он свое доверие, полностью доверие Богу, Он себя отдает. Вот, братья и сестры, вот эти качества, о которых мы читаем, вот этот плод, который в нашей жизни... Я смотрю, все рожденные слыша, вот так смотрю, как бы... В нашей жизни, я буду уверен, знаете, прямо, который в нашей жизни Бог дал нам реальные возможности, чтобы этот плод у нас был, но чтобы он был не только для нашей жизни, а чтобы он дальше выходил. И во время того, чтобы мы пользовались этим плодом, потому что этим плодом... Я уже когда-то говорил, помните, что никакое дерево не пользуется своими плодами. Нет, но я не знаю другого дерева. Если кто-то может знать, я не знаю. Но ни одно дерево, даже, знаете, яблоко, да? Вот если яблоки падают, они неют, они не удобрения для дерева, они наоборот вредят. Вот если гнилые яблоки падают под дерево, это, ну, вредно, это нехорошо. Никакое дерево для других. И дерево принесло плод на следующий год, или через следующий, опять дерево дает плод. Братья и сестры, сегодня Бог хочет нам напомнить, что вот это долотерпение, оно не только нам делает покой после каких-то ситуаций. Кстати, вот кто сказал, вот это долотерпение владеть собой, да, в трудных ситуациях? Да, это так. Терпение, долотерпение, это владение собой в трудной ситуации. Но нашего человеческого владения, его хватает на какое-то короткое время. Иногда не хватает, потому что терпение это такая субстанция, которая лопается, рвется, пропадает, кончается, я не знаю. А позже терпение, долотерпение, оно продолжается, потому что здесь идет подпитка от Духа Святого. Но, братья и сестры, давайте мы будем больше обращать внимание, уже время последнее, это факт. Мы это уже замечаем, это уже видим, чтобы в это последнее время быть более полезным там, где даже мы, может быть, до сих пор и не знаем. Потому что у Бога есть определенные возможности. Но если мы не хотим больше своих возможностей, у нас вот есть определенный труд, вот мы его взяли так и как бы идем по этому. Трудимся, все. Я не говорю, что мы такие, никто нечего, трудятся, верующие, хорошо, все. Но у Бога есть намного больше в планах по нашим. Просто надо сказать, Господи, я, может, что-то не знаю, что-то Ты еще хочешь для меня, и хочешь чем-то благословить меня, что я не знаю. Сделай это, пожалуйста. Понимаете? И это употреблять для славы. Вот эти все плод, вот эти части плода Духа, они для других будут употребляться. Для нас, естественно, Боже, нам жить в этом. И для других. Аминь. 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 Качество плода или один из аспектов плода Духа – долготерпение. Как вы думаете, дорогие, а есть ли разница в последовательности? Заметьте, вот здесь определенная последовательность. Любовь, радость, любовь, нетерпение. Ну, или, скажем, ну, чтобы понятнее было, помните, Иисус Христос, прошу прощения, апостол Плоток в своем послании, во-вторых, он как-то говорит, что мы что-то должны показывать в своей вере. Помните? Имея все обетования от Бога, покажите в вере. Что? Добродетель. Дальше. Добродетель – рассудительность. Рассудительность. Воздержание. И дальше. Имеет разница, вот, порядок в описании или нет? Или это просто так взял? Там, да, здесь нет? По необходимости. А я думаю, что, наверное, все-таки взаимосвязано тоже. Да, вот, смотрите, то же самое. Там мы понимаем, что покажите в вере вашей добродетели. Добродетели – рассудительность. Потому что можно делать добро, делая добро, на самом деле, кому-то делать зло. Поэтому он и говорит, когда вы делаете добро, рассуждайте. Вот в каждом моменте он говорит, но в рассуждении нужно раздержать. Но почему? Потому что мы можем до такой степени рассуждаться, что вообще никому ничего помогать не будем. Понимаете, да? Вот эта цепочка взаимосвязанности, она связана. А теперь давайте посмотрим здесь. Плод же духа. Любовь, радость, мир, долготерпение. А если мы поменяем порядок, что изменится? Ну, такими словами, смотрите, Борис Армичал. Долготерпение Иисуса Христа. Он терпел, но когда к нему говорили, проявлялась мир, проявлялась любовь, проявлялась забота. Понимаете, часто так бывает, человек терпит. Да, но скрижечь зубами, и вот тяжело, и нет, нет мира, нет покоя, нет. Ну, я терплю, но потому что, ну, выхода нет. Ну, куда деваться? Знаете, как здесь Павел отмечает, что говорит, что Божий, да, Божий плод. Он будет иметь мир, он будет иметь радость. Я не просто терплю, но мне это предоставляет радость. Да, возможно, больно. Да, возможно, тяжело. Да, возможно, это ломает. Но я знаю, я вижу результат, и это дает мне радость. Понимаем, о чем это есть? Долготерпение – это не просто, что я терплю, да, ну, пусть я там скриплю, пусть мне, но я терплю. Нет. Божье долготерпение, оно проявляет в себе мир, радость, любовь, долготерпение, гладость, милосердие, кротость, воздержание. Мы об этом еще и будем дальше говорить. И они все взаимосвязаны. Они все очень важны. Я хочу напомнить, что сегодня мы благодарим Бога за то, что Он дает нам силу изменяться. На самом деле, Господь долготерпение. Давайте сейчас, правда. Если бы не Господь и долготерпение, как их неохота, как с таким же желанием управляемся? Сколько Богу приходится терять, неслаблять? Мы благодарим Господа за те пути, которыми Он показывает нам в Своем Бога терпения. За то, что Он никогда не разочаровывает тех, кто надеется на Него. За то, что у Него есть тысячи путей там, где мы не видим ни одного. За то, что Он отвечает на наши молитвы или ответит. За то, что Он ободряет нас и поощряет наши добрые действия. За то, что Он с большей любовью заботится о чистоте Своей Церкви. За то, что даже отступивших и заблудившихся, Он желает вернуть жизнь через покаяние и предупреждает наказание. Мы также благодарим Господа за всех, покаявшихся и присоединившихся в Церкви через Хрещение в прошедшем году. Мы будем забывать молиться о Них. Очень часто мы покрестим и забываем о Них. А они нуждаются в наших, конечно, в наших ритмах. Мы просим Господа, чтобы Он научил нас долготерпение. Просим Его помочь нам смотреть на испытания, достигающие нас, как на средства, которые учим на долготерпение. Если Вы находитесь в такой среде, вот такое состояние, рассказывайте это Господу. Благодарительникывайтесь. Знаете ли Вы людей, которые проходят через испытания? Молитесь, чтобы Господь и Игорь восстановил. Мы молимся о единстве и тесном сотрудничестве между евангельскими церквами и миссией. К сожалению, этот вопрос страдает тоже. Но этот вопрос, наверное, тоже нам нужно направить к соседним церквам, к соседним служениям, миссиям. Об использовании всех подходящих средств массовой информации, чтобы делиться евангельскими действиями с современными, занятыми. Люди сегодня уже не ходят, слушают. И сегодня те, которые занимаются реализацией, вот такой личной реализацией, говорят, что у Вас, как правило, у Вас всего есть 50 секунд. Если Вы за 50 секунд расскажете, что оно не было, он Вас дальше слушает. Если Вы сумеете сказать важное, и что Вы, что Его заинтересует, у Вас будет как-то лучше, что нравится. Понимаем ли? Вот насколько, вот действительно, сегодня пестрят средством массовой информации многое, но любой такой бесполезной, засоряющей сознание информации. Как мало там информации, которая дадим обо Христе. Будем молиться, чтобы появлялись люди, появлялись желающие. Просто-напросто. Делать это такие. Ну, гость Аблеевский говорит, мне некогда это, но я всегда, когда вижу стихи из Библии, я всегда, когда вижу какое-то, я обязательно ставлю лайк, чтобы и другие это видели. А способности различать истину, Божьи учения от искусственных, привлекательных имитаций. О том, чтобы постоянно возрастать в чистоте, святости, возвышенности, посвященности и уклоняться от мирских удовольствий и развлечений. О том, чтобы Он останавливал нас, если бы возникает опасность увлечься уложенными, путями удалиться от Него, помог нам быть побеждающими. О том, чтобы Он наполнил нас искренним переживанием о тем, кто следует за бежскими соблазнами, погибается от Него Христа. О том, чтобы мы переживали и молиться. О любых личных нуждах, так как мы говорили о том, что мы молимся о наших семьях и невозрежденных наших семьях. Итак, время нашей заключительной молитвы. Кто имеет желание молиться, всему, пожалуйста, вы оставите на наши ноги. Молития, когда сновидение заключается, я попрошу, пожалуйста, пойти, вот это все заключительное, как вы слышите. Желаю еще раз.